Левицкий Дмитрий, доброе утро! Программа Рестораторы, да, это так, просто новая отбивочка, новая заставочка. Еще даже не знаю, где она заканчивается. Дорогие наши слушатели сферы обслуживания, которые были с нами полтора года, пришло время сказать, что мы вас предали. Программа сферы обслуживания... Программа сферы обслуживания больше не будет выходить в эфир, а на ее месте появляется новая программа, новый проект под названием Рестораторы. Да, мы решили наши разговоры вот сконцентрировать на одной теме, на одном вопросе, который мне, дорогие друзья, более близок. Будем говорить о тех, кто нас кормит. В рестораны, в которые все мы ходим, все мы любим или не очень любим. О тех вопросах, которые тревожат рестораторов. Ну что ж, великолепный гость у меня сегодня в гостях. Очень рад представить тем, кто не знает этого замечательного ресторатора Екатерина Дроздова. Привет, Катя. Привет, Дим. Доброе утро. Катя долго сомневалась, летели к нам. Она говорила, что если пойдет только на первый канал, что масштаб нашей передачи не совсем удовлетворяет ее глобально. Но тем не менее. Катя Дроздова, проекты Рагу, проект Хачапури. Ну, я думаю, москвичам и объяснять не стоит, что это наверняка. Ну, там большая часть уж точно слышали или бывали, или знают, что это за проекты. И сейчас вот в преддверии открытия нового Рагу, если я правильно понимаю, да, Катя? Да, правильно. Будет новый здоровенный какой-то совершенно шестиэтажный Рагу. Неправда. Рагу где-то строится. Ну, вот об этом обо всем поговорим. Кать, ну, давай, чтобы людям было понятно, как тебя вообще занесло. Ведь в ресторанном деле, вот сколько мы работаем, кого только не встретишь. Кто только не занимается ресторанным бизнесом. И поэтому первый вопрос, который всегда интересно задать ресторатору, а ты вообще кто? Ты откуда вообще-то пришла-то в ресторанный бизнес? Ну, вообще, я выпускник журфака МГУ со специальностью рекламы и пиар. Так, начало многообещающее. Да. Как же это все закончилось? Шести этажами Рагу? Ну, не шесть там этажей. Ну, ладно. Один этаж, девятьсот с чем-то метров. Подожди, пока доберемся. Так, то есть ты заканчиваешь, значит, себе МГУ спокойненько и собираешься работать совсем не ресторатором. Да, работала я менеджером в рекламном агентстве. Но сразу как-то получилось, что была связана с едой. Мой первый и последний клиент в этом агентстве была компания Галина Бланка. Галина Бланка? Да, то есть... Сейчас уж ее, мне кажется, и нет, или она есть? Наверное, есть. Есть, да? Не знаю. Испанская компания, которая продавала бульонные кубики. То есть вот буль-буль-буль-буль-буль, вот это твоя была тема. Да. Из этих бульонных кубиков... Началась моя гастрономическая карьера. Так. Потом, ну вот я работала в этом агентстве какое-то время, потом был кризис 98-го года, меня сократили. Я ничего не делала и с горя пошла заниматься латиноамериканскими танцами. Так. И там со мной в одной группе работала девушка, которая издавала журнал «Вы и ваш ресторан». Был такой журнал в 90-х годах. Сейчас его уж нет. Его нет, он закрылся. Ага. Так. В 99-м, по-моему. И она меня позвала туда статьи писать. И брать интервью, ну так, подрабатывать. Оттуда... Там я не... Ну, начинала я там, по сути, стажером. Поработала чуть-чуть стажером, журналистом. Потом вдруг неожиданно сделалась главным редактором. Это как раз. Журнал был маленький, и там всего было два сотрудника. Стажер, он же журналист, и главный редактор. Главного редактора уволили. И сделали меня главным редактором. Слушай, ну а ты до этого какую-то склонность к еде испытывала? Ты там с детства готовила, не знаю, там, или как-то у тебя... Ну, я с детства хорошо ела. То есть так, ну это да. Меня дома всегда хорошо кормили. Нет, ну умение хорошо есть, не всегда перерастает, но умение хорошо готовить. Ну, я не готовлю как профессиональный шеф. Я даже не готовлю как продвинутый любитель. Я готовлю... А ты любишь вообще готовить? Я люблю готовить, но я готовлю на таком... Ну, на твердую четверку, так скажем. Ну, то есть у меня хороший, не знаю, уровень домохозяйки, но не продвинутые домохозяйки даже, так скажем. То есть моя любовь к еде, она, как ни странно, не выражается в готовке, и она выражается в каких-то других вещах. То есть мне очень интересна еда, я собираю кулинарные книжки, я собираю гаджеты, я люблю говорить про еду, я люблю смотреть фильмы про еду, я люблю есть, разумеется. Я люблю ходить на рынки, все, что связано с едой меня привлекает, но, как ни странно, вот хорошо, круто готовить я до сих пор не научилась. Ну, я надеюсь, что у меня еще все впереди, то есть, ну, я не вижу никакого препятствия. Ну, а тебя это влечет вообще, или вот самоготовка? Да, я очень хочу, я очень хочу сама научиться готовить. А есть в кулинарной школе рагу, я тебе рекомендую. Да, я туда записалась, кстати, уже. Серьезно? Да, начиная с следующей недели. Слушай, хорошо, ну, погоди, значит, так, ты становишься главным редактором журнала из двух человек, и пока еще далеко до рагу, я так понимаю. Я его выпускаю, а потом меня зовут главным редактором журнала «Ресторатор» с нуля, то есть, по сути, вообще, ну, то есть меня позвали придумать и запустить, и сделать этот журнал. Вадим Зуйков и Национальная торговая ассоциация решили делать такой журнал, у них уже был журнал «Новости торговли», и они решили выйти на ресторанный рынок, позвали меня, и я с нуля сделала этот журнал. Потом появился журнал «Шеф», журнал «Ресторатор» появился в 2000 году или 2001, через какое-то время появился «Шеф», и там я в общей сложности проработала почти пять лет, четыре с чем-то года. То есть ты, я так понимаю, что досконально изучила все-таки саму историю ресторанного рынка, прежде чем в нее с головой окунуться? Ну да, именно. И твоя работа в журнале, она как-то там тебе помогла понять вообще, что происходит? Да, ну была возможность пообщаться со всеми главными людьми, познакомиться лично, многие из них стали моими друзьями, ну возможность была писать обо всем, что связано с ресторанным рынком, и получилось так, что я погрузилась в этот мир, он как-то стал частью моей жизни, и оказалось, что мне это интересно, и я стала жить этим миром. То есть не то, что я приходила на работу, писала там при ресторанах, редактировала, а вечером ходила и занималась, например, дайвингом. Ну то есть, ну, мне становилось все это интереснее и интереснее, и постепенно как-то я все больше в это погружалась. Я начинала общаться с этими людьми, про которых я писала, начинала как-то больше узнавать про этот бизнес. Когда у тебя, когда в твоей все-таки светлой голове появилась мысль, а не ввязаться ли самой вообще? А вот это как-то было параллельно, то есть я помню, что давным-давно мы с Митей Борисовым, небезызвестным, в 98-м году сидели на какой-то кухне и обсуждали, как здорово было бы открыть свое собственное кафе. И тогда я еще даже в рекламном агентстве не работала. А у Митей Борисова уже были заведения или тоже еще не было? Ну, то есть это какое-то просто странное желание, непонятно откуда появившееся, просто иметь свой бизнес, иметь именно свой ресторанный бизнес. Всегда хотелось какое-то свое кафе или ресторан. Ну, да, как-то абстрактно очень. А потом все стало очень конкретно. У огромного количества людей вот эта мысль в голове существует. Но немногие люди доводят это вот до реального исполнения. Может, и слава богу, честно говоря, да? Но действительно же получается так, что, ну, куча моих друзей там, да, а вот обращаются там, а вот у меня тоже есть мысль, там, я хочу, я не хочу. Когда это стало у тебя приобретать какие-то реальные очертания? Ну, наверное, когда я попала уже к Аркадию Новикова. Ага, это было после... Да, ну, после того, как я довольно долго уже работала в журнале. В какой-то момент мне показалось, что я уже делала одно и то же, хотелось как-то развиваться и захотелось перейти на другую сторону. И я, по сути, сама себе придумала должность, атаковала Новикова и напросилась к нему на работу. У него не было в тот момент никакой пиар-службы и вообще, ну, как-то рестораны между собой не были связаны. И мне показалось, что, ну, ему это нужно, а мне это было безумно интересно. Это... А сколько было у Новикова ресторанов? Какой был год-то? Это был 2005-й, но у него уже было около 50 ресторанов тогда. Уже очень много. Только у некоторых из них были сайты, не было никакой единой службы, непонятно было, как найти его, как взять комментарии. Все было очень разрозненно. И для меня это был такой просто вызов профессиональный. Мне было это очень интересно. Знаешь, но при этом Новикова уже знали все. Не знаю, там, вроде как пиар-службы не было, Новиков был уже там достаточно известный персонаж, на телевизоре мелькал постоянно. Ну, да, разумеется. Это он сам этим занимался? Ну, чем-то он занимался сам, ну, чем-то занимались директора его ресторанов, ну, не все, кто как мог. Ну, мне показалось, что он уже вышел на такой уровень, что ему это надо как-то структурировать, и, ну, просто для имиджа, для репутации уже необходимо иметь хоть какую-то службу, хоть в едином лице, в лице одного человека, который бы отвечал на вопросы как-то единообразно. Так, ну и как тебе с Аркадием работалось? Тяжело, но интересно. Это, конечно, суперопыт, но и стресс такой, в общем, приличный. Очень-очень большая структура, очень много людей, люди все разные, очень много у него совладельцев. Это, конечно, накладывает отпечаток, но зато это, ну, такой кладезь информации и доступ к телу, это, конечно, круто. Ну, то есть ты имеешь возможность наблюдать, как работает суперпрофессионал и просто очень талантливый человек в этой области. Как он принимает решения, на что он обращает внимание, что он видит, что для него приоритет, что нет. Ага, слушай, интересно. Это полезно. Какие сейчас ваши отношения поддерживаются, нет, или? Ну, мы очень тепло друг к другу относимся, и он мне все время передает приветы. Я, когда его встречаю, всегда очень рада видеть. Ну, для меня он такой прям наставник, отец родной. Окей, ну, давай тогда. Так, первым проектом был все-таки твоим собственным, это было «Хачапури». Нет, первый проект был «Простые вещи». А, точно, «Простые вещи». В 2006 году я открыла «Простые вещи» с подругой, потом открыли вторые «Простые вещи», потом, к сожалению, мы с ней разошлись, и я свою долю продала. После чего через год с другой своей подругой я открыла «Хачапури» и продолжаю их открывать. На Гнезняковском первый был, да? Да, на Гнезняковском, потом через год на Украинском бульваре и вот этим летом на Павелецкой. И в 2008 году я открыла со своим мужем, со своей семьей, со своим другом Алексеем Зиминым «Рагу». Ага, это очень хорошая новость. А есть еще другие новости, давай мы послушаем новости, а потом продолжим разговор новости. Так, рестораторы, это мы. Мы здесь, Левицкий Дмитрий и Екатерина Дроздова, совладелец проекта «Рагу» и «Хачапури». Вы знаете, дорогие радиослушатели, тут в паузе я говорю Кате, Кать, ну я, конечно, не буду спрашивать, где ты взяла деньги. Она говорит, да спрашиваю, сейчас я всем расскажу. И поскольку не каждый гость расскажет такое, Кать, ну а где деньги взяла? Вот это простой журналист, да, ну хорошо, пиарщику, Новику, да, это круто, понятно, но не настолько, чтобы можно было там взять, там, а где ресторан, там, все такое. Ну, зачем счет банкет? У нас семейный бизнес. Ага, это про «Рагу» ты сейчас уже говоришь, да? Да, я говорю сейчас про «Рагу». И первое «Рагу» мы открыли на деньги своей семьи, то есть буквально. Мой отец дал денег, мой муж дал денег, отец моего мужа дал денег, Алексей Зимин, и я деньги внесла свои, которые я получила от продажи своей доли простых вещей, простых вещах. Вот, собственно, откуда мы взяли деньги. Это действительно, ну, это важно, потому что это семейный проект, там нет никаких олигархов, там нет никаких инвесторов, для нас это основной заработок. Мы этим живем, ну, как бы вся наша семья этим живет, и это, конечно, откладывает отпечаток на то, как мы ведем бизнес, как мы относимся к проекту, как мы относимся к своему ресторану и так далее. И все люди, которые ты назвала, они все участвуют как инвесторы, или эти все люди дали деньги тебе и сказали, ну, короче, давай, отдашь потом? Нет, они сучредители, они инвесторы, сучредители проекта. Ну, вот родители, они прямо вот участвуют в процессе. Нет, они не участвуют в процессе, они не… Да, как инвесторы, да. Слушай, интересная история. Слушай, интересная история. Суправлением они не занимаются. То есть не то, что вы заняли денег у родителей и потом им отдаете, родители тоже, в общем-то, как бы там… Да, они заинтересованы. Слушай, интересная история Не знаю, если не хочешь Татьяне отвечаю, все-таки бюджет-то Самого Рагу проекта Можешь озвучить? Ну, если некорректно Я не настаиваю Большой Понятно, хорошо, не будем уточнять Ты знаешь, тогда расскажи Чуть про Рагу, вот про сам концепт Как ты его понимаешь? Он достаточно необычный Я сейчас говорю тем людям, которые Может быть, не были в Рагу Нас многие Слушают уже подкастом Не только из Москвы Хотя радиостанции вещают только на Москву Я вам сейчас всего не раскрою Сейчас Катя все расскажет Но Рагу очень своеобразный проект И очень самобытный в своем роде И очень нетрадиционный Во многих вопросах, о которых мы сейчас обязательно поговорим И я вот не знаю, как все эти люди поверили Кате, я так понимаю, что Основная идеологическая основа Рагу твоя все-таки Ну нет, она совместная И Зимина, и Семена Крымова Это совместный проект Совместная идея Все обсуждали и придумывали вместе Можно ли договориться? Я вот по своему опыту Каждый видит чуть-чуть, мне кажется, по-своему Что-то должен быть финально один Есть нюансы Есть какие-то спорные моменты Но в основном это в мелочах, в деталях Есть какая-то основная идея Которая нас объединяет Мы ее изначально обговорили Мы все в нее верим И ее, собственно, продвигаем Людям, которые не знают, что такое Рагу Расскажи про ресторан Как ты, собственно говоря, его сама для себя понимаешь? Рагу – это гастрономическое кафе То есть, с одной стороны, это демократичное место И все в нем указывает на эту демократичность Очень простой интерьер Очень недорогой интерьер Близкая посадка Не знаю, как сказать Простая сервировка достаточно Время работы, вообще концепция То есть, это все-таки кафе Оно работает с 8 утра до 12 вечера И это до 12 ночи Это место не для специальных событий Это не файн-дайнинг Это не место для специальных встреч Это место, ну, как бы, ежесекундное, ежеминутное Но при этом оно очень гастрономичное Это... Ну, мы очень много внимания уделяем еде И еда, собственно, в этом... В нашем проекте самое... То есть, вот... Самое главное Меню же у вас достаточно небольшое Я просто был врагу два раза за последнюю неделю Готовюсь к нашему эфиру Меню у вас достаточно небольшое Но если я так правильно понимаю Оно меняется достаточно часто Да? Ну, в меню где-то около 40 позиций всего То есть, не толстая книжка? Нет, меню на одной... Меню врагу всегда было на одной странице Всегда будет на одной странице В меню... В каждой позиции где-то 3-4 блюда То есть, 3 супа, 3... 3 салата, 3 горячих Ну, салатов больше, десертов больше Меню глобально меняется 4 раза в год Это зима, лето, осень, весна И, в принципе, очень-очень часто Происходят сезонные обновления То есть, они могут происходить И каждую неделю Ну, и, может быть, чуть реже А, может быть, чуть чаще То есть, они появляются С появлением новых продуктов И с уходом... Ну, то есть, меню меняется Когда какие-то продукты уходят Какие-то продукты появляются Меню живое Оно... Оно постоянно... Оно постоянно меняется То есть, правильно я тебя понимаю Что вот... Вот этот листочек, да Который мне дают в руки в виде меню Что какие-то вещи В нем может одно блюдо там исчезнуть Другое появится Но 4 раза в год Вы меняете весь листочек целиком Ну, почти целиком Где-то на 80% Все равно есть какие-то вещи Которые уже, ну, так называемые хиты Хиты, которые, ну, настолько Удачны были И настолько нравятся людям Что мы их решили оставить На веки вечные Это, например, тартар Наш Подтверждаю, да Ел его в воскресенье И эти блюда мы уже убирать не будем Но меню стараемся менять Несмотря на просьбы людей Вернуть какие-то блюда Несмотря на жалобы Несмотря на конкретные На конкретные наезды И обвинения нас в глупости Или еще там в чем-то Люди просто пишут на фейсбук Пишут на сайт Вы что, с ума сошли? Зачем вы вывели это блюдо? Верните Больше к вам ходить не буду Ну и так далее Все равно есть некая Наша концепция Которую мы Ну, которой мы придерживаемся И для нас важная сезонность Слушай, ну вот это же на самом деле Отвратительно Что-что? Ну вот я хожу Вот я вот, да Слава Богу, тартар святой у вас А вот я бы завтра пришел на твой тартар А его нет Ну что за подстава? Ничего такого страшного нет в этом? Ну Нужно что-то выбирать Невозможно Невозможно угодить всем Мы В первую очередь В ресторане, когда принимаем решения Мы слушаем только себя У нас есть некое видение Извините, гости дорогие Да, сейчас скажу крамольную Сейчас Катя садится на своего конька Сейчас вот тот самый ящик Пандоры Сейчас мы откроем Вообще не понимаю, кто придумал Эту глупую фразу Клиент всегда прав Ну, кстати Вот ты знаешь, откуда это пошло? Я не знаю А ты знаешь? Нет Так может быть умный человек Не знаю У нас Понимаете как Наш ресторан и наш бизнес Это то, что мы хотим делать То есть мы пришли в этот бизнес Не потому, что мы сказали Нам нужно заработать денег Вот, кажется, ресторанный бизнес Это прибыльно И кажется, сейчас очень прибыльно Открывать кальянные рестораны Давайте откроем ресторан с кальянами Нет, у нас не так У нас, можно сказать, романтический подход к этому бизнесу Мы говорим Как круто было бы сделать Недорогое Демократичное Гастрономическое место Где люди могут поесть Крутой, вкусной, гастрономичной еды За вменяемые деньги В приятной Комфортной Такой европейской стильной атмосфере Вот жизнь не поверишь Что все твои партнеры Думают так Вот наверняка Ну, я понимаю Ты этим бредишь, да? Ну, есть там уже люди У них нет выбора Вот, об этом я и говорил Что в итоге ты всех поработила там Ну, понимаешь Я понимаю Если бы открыли там пивнарь Понимаешь? Ну, он понятный Всем очевидный Но вот твой подход Все-таки я назову твоим Я не знаю Может там, да Он коллективный Ну, он не только мой Смотрите С Хачпури была такая же история И мы это очень часто говорим С Татьяной Мельниковой Это мой партнер в Хачпури Который управляет Да Если бы мы хотели заниматься Именно бизнесом Мы бы открыли Шашлычные Или чебуречные У метро Или пивные бары Дешевые Или еще что-то Вот на чем можно быстро И эффективно заработать денег Сейчас запишите Радио сочетания Это совет консультанта Екатерины Дроздовой Что открывать для денег Так Мы открываем вообще другие вещи Мы открываем кафе с грузинской едой Без грузинского антуража, например Или мы открываем демократичное кафе С какой-то навороченной крутой едой За совершенно смешные деньги И цены стараемся не поднимать При этом стараемся как-то постоянно развлекать гостей Постоянно меняем меню То есть у нас трудозатраты большие При этом мы себя сами очень жестко держим в рамках Финансовых То есть мы вот решили Что это будет доступное место Демократичное И мы не можем уже сами себе изменить Слушай-ка, ну а что вы прям бизнес-план не рисовали Вот какой-то Ну вот, да, говорят экономическим языком Когда вы Ну складывались в один котел Все инвестиции врагу Ну какой-то у вас был бизнес-план Возврат инвестиций там Ну да, был, конечно Но, наверное, это не то, что ты имеешь в виду Ну то есть люди, давая деньги Там этот проект Ожидали возврата за какой-то срок Или они говорили Да, они их и получили И все их ожидания оправдались Ну, наверное, в том виде О котором ты говоришь Там, да, с каким-то обоснованием Финансовым, экономическим Какие-то безумные схемы Расчеты и таблицы Нет, такого не было Я не про это говорю Я говорю чисто по-пацански Ну чисто по-пацански На бумажке было написано Что вернем Вот тогда-то вернули Все, базара нет Ну и с Хачпури то же самое Ага Хорошо, слушай-ка Ну давай тогда все-таки Вот подальше по концепции рагу То есть в меню у вас Вот эта гастрономия Ты скажи мне, вообще Была какая-то модель? Вот ты откуда-то ее перестащила? Ну модель, да Модель это гастропабы Европейские Французские Лондон Английские Это наверное Какой-то сборный Собирательный образ Из европейских мест То есть люди Когда к нам приходили Врагу Говорили одно и то же Но по-своему Кто-то заходил Говорил О, я в Берлине Кто-то заходил Говорил Ну чисто Амстердам Кто-то говорил Лондон Мы так и хотели То есть это Некая 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 выжимка Из наших Путешествий Из наших Воспоминаний Ожиданий И Не Реализованных Желаний в Москве Да, ну то есть Понимаете Мы всегда Все проекты Которые я делала Все равно делала для себя Но не так для себя Как делают Некоторые Когда Хочу ресторан для себя Чтобы там сидеть с друзьями Чисто пацанов Могу к себе пригласить Уважуха Нет Ну я все равно Они очень личные То есть мы их через себя пропускали И конечно ориентировались Прежде всего На себя Как на представителей Определенной там Аудитории Социальной группы Чего не хватает в Москве Ну как вот Любят журналы писать Чего не хватает в Москве Ну Мне конкретно не хватало Места такого Сначала не хватало Простых вещей Потом не хватало Рагу Татьяне Не хватало Хачапури Вот она съездила в Грузию Ей понравилась Грузинская еда Ей хотелось ее есть в Москве Но есть И не хотелось ей ходить В рестораны Грузинские Где все завешено коврами Глиняными горшками И поют Караоке Ей хотелось поесть Грузинской еды В нормальном Каком-то интерьере Я понял Вот так мы открываем рестораны Хорошо Продолжим тебя пытать После выпуска новостей Очередного Новости Да-да-да-да Левицкий Дмитрий Программа Ресторатор Екатерина Дроздова Владелец проекта Врагу и Хачапури У меня сегодня в гостях Вот вопросов пока не шлют Потому что я собственно И не озвучил даже Куда их слать Дорогие друзья Поэтому исправляю Ошибку Хотя пишут уже Что Катя крутая СМС на номер 5533 Начиная с буквы Я Дальше пробелы Пожалуйста Все что вы хотите сказать По поводу Проектов Катя Или вопрос Пожалуйста Сайт Финам.фм Форум нашей программы Пожалуйста Тоже можете туда Оставлять сообщение Либо у нас есть Телефон У нас есть телефон Код города 495 65 10 99 6 Пожалуйста Звоните Можете поговорить С нами в эфире Если есть что сказать Опять таки Вот по теме Нашего сегодняшнего разговора Про проекты Екатерины Дроздовой Продолжаем Про Рагу Про саму концепцию Итак Вы наплевав На всех ваших гостей Которых вы считаете Неправыми Делайте то Что вам нравится На самом деле Ну я Честно сказать Был удивлен В воскресенье Зайдя в Рагу Увидев там Действительно Битком Днем Все таки Центр Москвы В воскресенье Днем вымирает И тем не менее Тьфу-тьфу-тьфу Там да Чего вам желаю В общем-то И дальше Чтобы так оно все и было Барная история Да Вот Концепция с едой Ну плюс-минус Понятно Да Гастрономия Хотя здесь у меня Еще есть вопросы Ну ладно Пока не буду Да Надо вернуться к этой семье Потому что ты говоришь Что мы гостям Ничего не разрешаем Но мы толком Не объяснили Чего мы им там не разрешаем Я просто коплю Я хочу вот отдельно Что ты прям посмаковать Тему того Что нельзя Делать врагу Это прям отдельная история Давай по поводу еды Последний раз Я спрошу Слушай-ка Ну вот такие эксперименты Действительно То есть получается Что ты заставляешь Ну условно заставляешь Гостей экспериментировать Да То есть я Прихожу Я хочу цезарь Я хочу пасту карбонару Я хочу нормальной Руссконародной еды Как мы все привыкли Уже к этому Да И я сижу Выбираю из того Что я даже не могу Предположить что будет И поэтому Это всегда лотерея Да Есть люди В рагу Которые уходят Еще Вот С порога Просто посмотрев на меню Они заходят Просят Меню Им дают Они не увидят Там ни одного Знакомого слова Ни одного злакового Словосочетания И мне комфортно Они сразу разворачиваются И уходят Ты знаешь Это полбеды А если я Все-таки решил попробовать А потом расстроился Ну потому что Велик шанс не попасть Ну как ни крути Я не понимаю Я не понимаю Это вкусового сочетания Я не знаю Будет на мне по душе Я вынужден гадать Это все Смотрите Ну Не понравится Может по нескольким причинам Во-первых Это может быть действительно Что-то Ну как бы невкусно Потому что Конкретно Есть косяк наш Да Есть Есть проблема Вот конкретно В этот день Конкретный повар Что-то там не так Приготовил Такие жалобы И врагу тоже есть Мы живые И мы точно такой же ресторан Как и остальные У нас тоже бывают проколы Бывают неоправданные ожидания То есть ты идешь С одним ожиданием И получаешь что-то другое Ну то есть ты уже идешь Заранее настроив себя на что-то То есть уже какая-то зашоренность есть Да То есть какой-то стереотип в голове Либо ты это блюдо где-то ел И оно было определенного вкуса И оно не совпало с тем Как мы его готовим Либо Я больше на имидж Я прихожу Рагу, Зимин Сейчас будет вау А там не вау А там Ну опять-таки Я не говорю что плохо приготовлен Но у каждого свой вкус Ну кто-то любит Кому-то это там вкуснее Кому-то не вкуснее Ну это уже тогда Совсем ну такие Субъективные Вкусовые вещи Тут Ну так оно и есть Получается что Ну Не повезло Конечно Нет Ну конечно мы Как и все остальные Хотим чтобы каждый Каждый кто зашел к нам Ушел с ощущением вау А тебе все нравится Изментирую Нет Мне тоже не все нравится Ну просто вот да Чисто Ну опять же Что-то мне не нравится По субъективным вещам А что-то мне не нравится Например Потому что Мы не доделали Где-то что-то Не додумали Не дообсуждали Слишком быстро вели это блюдо Может быть оно не совсем Ровное Там не совсем правильное То есть Я ну как бы очень спокойно К этому отношусь Конечно я тоже хочу Чтобы было все На сто процентов И вау Но Но это нормальная Живая работа ресторана Есть Есть Сильные стороны Есть слабые То есть здесь все зависит От нас И от шеф-повара От Ильи Шалева С которым Мы постоянно Все это обсуждаем Ну просто чтобы не останавливаться И не зацикливаться на этом Ну что Ну как бы Это постоянная работа Самосовершенствование Не знаю Хорошо Я сейчас не про это Просто есть люди Которые В принципе не готовы Экспериментировать И не хотят экспериментировать В ресторанах И не хотят пробовать Что-то новое И это к сожалению Просто не наши гости Или не к сожалению Ну просто это не наши гости Я понял тебя Я тебя вполне понимаю Что в конечном итоге Ты и формируешь Ту самую группу людей Которые и приходят Экспериментировать И приходят увидеть Ваше новое видение И приходят увидеть Да какие-то Новинки Возможно Для них это основная Мотивация по ходу Врагу Они для этого и идут Если они хотят Быстро поесть комфортно Они идут в другое место Да Я вообще Ну Я вообще Мне очень нравится Узкая сегментация Вообще В бизнесе Я считаю Что это правильно Именно Это именно то Почему так всем нравится В Европе на самом деле Так комфортно Потому что там есть Очень много Узко сегментированного Малого бизнеса Все вот эти вот Маленькие рестораны Кафе и так далее Каждый на свой Каждый выполняет Определенный запрос У нас болезнь Как это называется Не роста А глобальных проектов У нас страна большая И все мыслят масштабно И все открывают сразу Ресторан в два этажа В три этажа Чтобы там было все сразу Чтобы охватить всю аудиторию Чтобы дети пришли Взрослые И на завтрак И на обед И на ужин И коктейль выпили И свежевыжатый сок И суши поели И кальян покурили И с футбола посмотрели И дискотека потом Да И потом дискотека Но это не придает И чтобы улицы были широкие И площади огромные Но это на самом деле Это не придает Комфорта Ни шарма Ни городу Ни людям Ну ни то ни сё не получается Комфортно Когда ты идешь по узкой улице И у тебя вдоль улицы Много-много маленьких мест Лавки Салоны Магазины Кафе Рестораны И в каждом ты находишь Что-то свое В Москве проблемы с этим То есть у тебя суши не будет никогда Нет И руколы тоже И кальянов тоже И плазмы тоже не будет Аминь Аминь Ты знаешь Да Я помню Был там Слава Ланкин Который деликатес И я думаю Обязательно его еще позовем Которую там Даже музыки никакой Никакой нету В ресторане И тоже Вот у нас нет музыки И все Не хотим мы И все Они кстати Они дальше пошли Чем мы Они отменили музыку У нас есть врагу музыка Есть Да И врагу например Очень близкая посадка И людям Некомфортно Очень многие жалуются Что врагу Слишком близко Столы стоят И неудобно Я тоже жалуюсь Ну замечательно Слушай-ка Ну ладно Давай Давай все-таки К этой теме Все-таки Нельзя ее не коснуться Что нельзя делать врагу Любимая тема Я вот сейчас Скажу Первый раз Вот я когда с Катей Ну я знал О Катином существовании Но несколько лет назад Никто не захочет Прийти врагу Ну и слава богу Значит это не твои гости Правильно Мы же давно это решили Мы сидели на одной конференции В президиуме Что-то я уж не помню И я как-то Видимо вырванный из контекста Попал только на вот эту Маленький кусочек Где Катя В течение какого-то времени Рассказывала все Что нельзя Делать гостям врагу Я сидел Такая репутация Сидел рядом И честно говоря Вот сразу Как-то мне было Очень странное ощущение Думаю Нифига себе Там люди рубятся Потом когда я послушал Что действительно Да Вот это Как вам сказать Охрана собственной концепции Да Вот чтобы Чтобы Вот это видение Видимо Да Владельцев и создателей Оно не размылось Не превратилось в бардак И когда я действительно В это воскресенье Вот мы пришли Вот Да С моей девушкой В Рагу И я понял Что оно битком Да И эти люди Которым ничего нельзя Все равно приходят И ждут своего столика Да И хотят именно потому Что здесь нельзя Вот это все Ну я честно сказать Кате восхищаюсь В этом вопросе Я не И вот эта Стойкость Вот этой очаровательной девушки В этом вопросе Я понимаю Как бизнесмен Насколько тяжело Это делать Когда особенно Только начинаешь Когда у тебя Пустой ресторан Ну логики Логики конечно Простой в этом нет Ну то есть Потому что мы запрещаем По сути те вещи Которые могли бы нам Приносить деньги Да В краткосрочной перспективе В этом сила Бизнесмена И предпринимателя Но в долгосрочной перспективе Эти вещи Они разрушат Наш ресторан Они размоют Концепцию И по сути Мы гостей защищаем От них Самих Ну понятно Да И себя От них И их самих От их Спонтанных На самом деле Таких очень Детских Просьб И И желаний Проблема в том Что вот Ну В России Не знаю В Москве Так вот сложилось Что ресторан Это место Где удовлетворяют Все твои желания Ну как бы Нас действительно Так учили Да Что Ну так В глобальном плане Что гость всегда прав И что Если тебе не сложно Сделать Там не знаю Цедарь С курицей Но не с курицей А с индейкой Ну сделай ты его с индейкой Чуть и сложно что ли Если гость просит Да Вроде как Для меня это неверный посыл То есть я считаю Что ресторан делается Не для того Чтобы удовлетворять Ежемсекундные капризы А для того Чтобы дать рынку Городу Не знаю Посетителю Определенную услугу Определенный продукт Я эту услугу Этот продукт Выносила В своей голове Выродила Обсудила Родила Построила И вот наконец Всем Демонстрирую И я за каждую деталь В этом ресторане Отвечаю Я могу объяснить Почему дверь такая Почему стакан такой Почему стол Такой именно такой ширины Почему тарелка Именно 30 А не меньше И так далее И могу объяснить Почему то или иное блюдо Есть в меню Или его нет И почему так подходит к столу А не иначе То есть для меня Это законченная концепция Я не просто Расскажи Чтобы было понятно Людям Вот эти правила Которые врагу Являются Руссо Врагу Нельзя Мы не делаем Блюда По заказу гостей То есть нельзя Прийти врагу И сказать Сделать им Пожалуйста Салат из огурцов Нельзя Менять Рецептуру блюда Разумеется Без чего Нет Можно попросить Есть продукты Аллергены Естественно Мы не добавляем Готовили Некоторые блюда У нас готовится Заготовка По несколько часов Потому что Варятся бульоны Варятся соусы И так далее Вы просто приходите И говорите Знаете Мне вот Соус уберите Из этого блюда Ну тогда В принципе Его можно сразу Отправить в помойку Я его продавать вам Не буду Если вы хотите Моя позиция такая Если вы хотите огурцы Помидоры Набор ингредиентов Вы все это можете Поесть дома Вам это может Приготовить кто угодно Или вы можете Пойти в миллион Таких других Ресторанов Города Где вам это сделают Врагу ходят За другим За гастрономическим Опытом За гастрономическим Открытием Ощущением Так Хорошо Это еще полбеды Хорошо Почему пересаживаться Нельзя Или что с этим Что там С посадкой Все таки Опять же Возвращаемся к концепции Гастрономическое кафе Оно подразумевает Какую-то церемонию Какой-то опыт Он же не Ну как вам объяснить Сейчас попытаюсь Давай-давай Есть определенные Правила сервировки Есть Определенные Правила подачи Если за стол На четверых Садится 8 человек Это означает Что я не могу Туда даже тарелки поставить Потому что тарелки У нас большие И есть К блюдам Приносят хлеб Он занимает Определенное количество мест Приносят оливковое масло Приносят напитки В красивой посуде И сервировка Продуманная И красивая Мы над ней Долго голову ломали Она дорого стоит Я не хочу Чтобы это превращалось В сарай Не хочу Чтобы это превращалось В вокзал Я не хочу Чтобы это превращалось В шалман То есть для того Чтобы посидеть В семером Восьмером Вокруг стола Есть миллион Других форматов Бар Чебуречная Дайнер Не знаю Ну что угодно Кофейня Но это не Не ресторан Вот и все То есть Ну есть определенные Я вам Понимаете как Я вам Я декларирую Вот есть рагу Я вам гарантирую Определенные ощущения И деньги беру за это За то что я вам Гарантирую Эти ощущения Вам будет вкусно Вам будет комфортно Вам будет красиво Вам быть эстетически приятно Вам будет приятно Держать нож и вилку Вам будет приятно Пить из этого стакана Но если это будет Какой-то хаос На столе Нагромождение Вам будет уже не комфортно Вы же первые Меня обвините Потому что я Не гарантирую Вам не могу Гарантировать Вам сервис Я должен там думать Уходим на новости А после новостей Продолжим Левицкий Дмитрий Левицкий Дмитрий В студии Финам.ФМ. Программа «Рестораторы». Говорим сегодня Екатериной Дроздовой о проекте «Рагу» сейчас наш разговор. Кать, ну давай, я сейчас вот в тему как раз возникают вопросы. Да, еще раз повторю. Все контакты, которые у нас есть, вы можете присылать на форум нашей программы финам.фм, да, на сайт финам.фм, форум нашей программы, пожалуйста, вопросы, либо смс 5533 с буквы «Я», потом пробел должен начинаться ваш вопрос, или телефон прямого эфира, код 495 6510996, пожалуйста, можете звонить. Андрей спрашивает, скажите, Катя, а были ли действительно конфликты по поводу вот этих всех ваших запретов? Как вы их решали? Действительно ли выгоняли гостей? Нет, ну, мы никого не выгоняем, но мы стараемся настаивать на своем и очень вежливо, но настойчиво просить гостей соблюдать наши правила. Ну, были, были случаи, когда люди просили делать какой-то спецзаказ, им отказывали, они обижались, возмущались, уходили. Это наше решение, мы не бежим за ними, не кричим вслед, вернитесь, мы вам сделаем салат из огурцов. Нет, ну, это их решение, и это наше решение. Да, мы теряем таких гостей. Ну, так просто стараемся... Ну, у нас эти правила напечатаны на сайте. Весь персонал обучен, как бы, проговаривать такие вещи при заказе стола, при заказе, ну, при любом общении с гостями. Мы стараемся это контролировать. Хорошо, хорошо, Кать. Вот тезка твоя, Екатерина, спрашивает. Скажите, как вы относитесь с московским ресторанным критиком? Не знаю, был ли у вас негативный опыт сотрудничества с ними, что они ругали в своих колонках вашу кухню, ведь они весьма придирчиво относятся к гастрономии, и как, на ваш взгляд, влияет ли вот вся эта ресторанная критика на судьбу ресторанов в действительности? Интересно услышать твой ответ, как человек, который работал в ресторанных журналах и писал о ресторанах долго до этого. К сожалению, не влияет. К сожалению, не влияет. Я бы хотела, чтобы она влияла, чтобы... На журналистик должна быть другой, мне кажется. Ну, это уже другой совершенно вопрос, не хочу сейчас в это углубляться. Я бы хотела, чтобы она влияла, потому что тогда рынок бы был чище, и ну, другие были бы законы. Сейчас, по большому счету, ну, не могу сказать, что это прямо критика. Это все-таки то, что сейчас есть, это ресторанная журналистика, то есть это такой писательный жанр. Вот открылся ресторан, в нем есть то-то и то-то, и так далее. Прямо такого жесткой критики, разбора, анализа, тенденции, анализа предложений я не вижу. То есть я, как ресторатор, конечно, за этим всем слежу, читаю, но я не вижу никаких таких текстов, которые могли бы повлиять на рынок, как-то изменить тенденции, изменить отношения и рестораторов, и гостей. Мое глубокое убеждение, что все-таки тексты вторичные, люди первичные, которые пишут. Когда сам писать люди, уважаемые, тогда начнут их и читать. А сейчас зачастую приходят, ну, пишут девочки, ну, у меня тоже часто берут интервью, но я потом читаю, да, какие-то есть хорошие, действительно, а какие-то есть, ну, человек мало понимает сам, ну, как, конечно, я его прислушиваться вряд ли буду к его мнениям. Есть люди разные, есть люди очень уважаемые, люди, которые разбираются, которые очень много, очень долго и много на этом рынке пишут, но мне кажется, что все-таки не совсем в том жанре, которым нужно. Ну, может быть. Хорошо, у нас Светлана есть на линии, да, можем сейчас Светлану вывести в эфир. Да? Раз-раз, Светлана, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Да, давай, Свет, ага. А у меня вот такой вопрос, я, честно говоря, первый раз сегодня услышала про ваш ресторан, никогда еще не была. Проблема с пиаром. Но мне не стала беседа. Мне больше не стала беседа, и вообще, честно говоря, я очень большое усилие сделала, чтобы не выключить радио после того, как сказали, что это неправильно, что клиент всегда прав, это, честно скажу, хотелось сразу же переключить. Да я сам в шоке, Свет, вот я сам в шоке был первый раз. Это, ну, с другой стороны, мне стало интересно, что иногда бывает так, что люди неправильно выражаются, неправильно несут информацию, или не точно выражаются. Да, у меня с этим могут быть проблемы, признаю. Да, 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 раскрыли всю эту проблему. В общем, единственное, что я хотела сказать, о том, что вроде, ну, вы правильно, я согласна абсолютно, что в Москве не хватает места точечных, как вы правильно объясняете, и вообще идея замечательная, и я даже не... А скажите, в какой средняя стоимость вашего блюда? Ну, средняя стоимость... Самое дорогое блюдо 600 рублей стоит горячее. Ух ты, ну, понятно. Не, вполне... Это дорого? Я, честно говоря, думала, что речь идет о какой-то, ну, такой, не очень дорогой... Это очень недорого. А вы из Москвы, Свет? А блюда? Это недорого? Это недорого. Это самое дорогое блюдо, которое вы можете найти в меню. Закуска стоит 300-400 рублей, 300-200, десерты 200, супы 250. Ну... Я не думала, что в Москве нехватка ресторанов с такой ценовой фигурой. Ну, ладно, не важно. Да, Свет, вы, собственно, вопрос хотели задать? Да, вот самый главный вопрос. В общем-то, все так просто, все так понятно. Но вопрос такой, почему такой ореол? Вы постоянно оправдываете, что вот мы хотим так, мы видим так, вот мы это представляем так, и это так и есть. И вот зачем людей фактически отталкивать? Не, я понимаю, конечно, я не только клиент не ваш по ценовой категории, но еще не ваш, потому что там количество народа большое. Вот, но сам вопрос, почему столько, простите, понтов вокруг, в общем-то, обычного ресторана с обычной ценовой категории для Москвы ценовой? Ну, что 500 рублей за блюдо, это стандартное, может быть, есть дешевле, может быть. Я согласна, может быть, там очень вкусно. Вот, но очень много как-то ореол, какой-то необычности вы продаете своим объяснениям. Хорошо, хорошо, Свет. Вы рассеиваете сразу же на полпути людей, вы так интригуетесь, я не понимаю, или почему так? Давайте, давайте вам разобраться. Или у вас вопросы ведущего такие просто. Достаточно. Хорошо, Свет, спасибо. Ну, честно говоря, даже не знаю, что ответить. Да, много понтов, да, обвиняют нас в снобизме. Да, я думаю, что это отчасти защитная реакция, потому что очень-очень сложно продвигать свою линию, очень сложно делать так, как ты хочешь в России, в Москве, конкретно в московском ресторанном бизнесе. Да, наверное, это такая, ну... Да, я отвечаю Светлане, я часть там в поддержку Екатерины, и почему действительно я считаю Катю, ну, одним из таких вот очень интересных рестораторов, потому что, ну, вот действительно держать свою линию, как сейчас Катя говорит, крайне тяжело, потому что люди приходят и требуют, и просят, а вот дайте нам то, дайте нам то. Потому что понтов-то, собственно, наверное, изначально-то и не было, просто когда ты открыл ресторан и хотела делать то, что ей нравится, да, и не хотела постараться ни под кого, и в основном говоря, ну, не нравится, ну, не ходите, по большому счету, да, нельзя быть рестораном для всех, это очень хорошая история, это очень правильная история. Да нет, понимаете, в чем, на самом деле, очень классный вопрос. Это то, с чем мы ежедневно сталкиваемся, то есть мы придумали некий проект, мы его сделали, и есть люди, которые нас поняли, которые увидели ценность этого проекта, и увидели его уникальность, и они являются нашими лояльными посетителями. Есть люди, которые нас не поняли, и мы вызываем у них раздражение. Раздражение вызывают именно вот эти наши правила, наши концепции, то, что мы не прогибаемся. Да, я очень часто встречаю на Фейсбуке какие-то злобные совершенно выпады в нашу сторону, что ничего, когда-нибудь мы прогнемся, когда-нибудь мы изменимся, когда-нибудь мы введем какой-нибудь салат с рукколой и так далее, и мы пытаемся от этого защищаться, и нас сразу же обвиняют в понтах и снобизме. Ну да, ну как бы, вот. Я понял. Ну, наверное, дело действительно не столько там, ну, понятно, да, все это так действительно выглядит, хотя на самом деле, может, просто... Я был, хочу сказать, да, сегодня привет провести, был в Америке последние вот за полгода много раз, и меня вот эта история очень впечатлила, да, то есть люди делают, там, вот они делают сэндвич, делают его сто лет, да, и все, и никакой другой они делают сэндвич, они только его делают, и в итоге через сто лет их, знаете, вся Америка, как лучшую сэндвичную, да, которая вот существует, да, вот с каком-то районе... Хотя я уверена, когда-то к ним приходили люди и говорили, не, не, я понимаю, что это за понты, что вы делаете один и тот же сэндвич, сложно вам... Уберите огурец, а положите... Сложно вам, что ли, что вы пендриваетесь? Да, да, я понимаю прекрасно, у нас действительно к этому не очень там привыкшие люди и так далее. Давайте, вот у нас Лена есть еще в эфире, не знаю, что там заготовит еще за вопрос. Лена. Алло. Да, да, Лена, здравствуйте. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте. Я вот хотела спросить у Катерины, просто она так вот защищает свою концепцию, и так вот говорит о том, что так у них все здорово, и что они ничего не меняют, и классная посуда, и все, и расстановка мебели такая брюссельская или какая-то там бельгийская, и все так здорово. Ну, я вот, собственно, как бы была недавно со своим молодым человеком у вас в гостях, и единственное, что меня расстроило во всей этой истории, я вот пришла с гастрономическими, так сказать, впечатлениями и какими-то там, не знаю, там, новостями, но больше всего, что меня расстроило, это вид вашего шеф-повара, уж меня простите. Отлично, отлично, спасибо большое. Да, в грязном фартуке и стоит и курит, и при этом, ну, как-то вот я вот просто не поняла, собственно, как бы, раз вы говорите о том, что я должна что-то получить, ну, что-то не получилось, честно говоря, вы знаете. Хорошо, хорошо, Лена, спасибо большое, да, спасибо за звонок. Ну, в общем, сказать мне тут, наверное, нечего в ответ, а шеф-повару я дам послушать запись, мы с ним пообщаемся. Спасибо, я, на самом деле, очень люблю такие вопросы, это классная конструктивная критика, это очень полезная информация, потому что все равно взгляд замыливается, и нам тут вот что-то кажется, а вот как все выглядит с другой стороны. Ну, да, собственно, хорошо, тут давай последний звонок примем, потому что есть еще тут прям какой-то ты вызвала аншлаг, на самом деле, у нас в эфире. Геннадий, вы уже тут, вы уже в эфире, да? Да, да, спасибо, здравствуйте. Здравствуйте. И я просто хотел бы очень задать такой вопрос, я не сначала слушаю передачу, и мне все-таки вот интересно, почему вот у вас появилась такая идея, ну, вот именно вот такой бизнес, где вы гнете всегда свою линию, и только то, что вы хотите, будет, ну, вот именно в вашем ресторане. Ну, окей, спасибо, Геннадий. Это философский вопрос, я вот такая, я делаю то, что я хочу, по-другому я не умею. Я понял. Геннадий, ну, вы про это чуть-чуть говорили, да, о компиляции путешествий наших и гастрономических, совсем буквально чуть-чуть времени остается, я хотел, конечно, больше уделить, но черт бы не получилось. Новый проект в чем будет заключаться, новая Рагу? Новая Рагу – это проект, к которому я очень давно шла, о нем давно мечтала. Это будет некое такое гастрономическое пространство, объединяющее несколько проектов. В нем будет второе кафе Рагу, которое будет точно такое же по интерьеру и по концепции, немножко там будет отличаться меню. И, кстати, мы открываемся с меню, составленным из тех самых хитов, которые мы наработали за два года. Те самые блюда, которые все просили вернуть, умоляли их не выводить. Мы их собрали в одно меню и сейчас вот с ним откроемся. Так что все фанаты, приходите. Кроме кафе, там будет бар, Рагу, отдельное пространство с другой совершенно концепцией, с другой кухней, именно бар, с другим шеф-поваром, с барменами. Ну, совершенно для нас новый жанр, мы не барные люди. В общем, для нас это такой большой эксперимент, посмотрим, что получится. Но в любом случае бар будет гастрономический. И там еще будет поварская школа Рагу, в которой мы будем учить и поваров, и кондитеров, и профессионалов, и любителей. То есть там базовые курсы, они предназначены абсолютно для всех. И будет магазин кулинарных книг, посуды и гаджетов. Это вообще моя особая гордость, это то, что я всегда очень хотела сделать. Сделать первый, ну, не обязательно первый, но так получилось, что все-таки делаем мы его. Впервые абсолютно специализированный книжный магазин только кулинарных книг на русском и на других языках. Спасибо большое, Кать. Ну, желаю тебе удачи. С неделью на неделю будет открытие этого проекта. Открытие будет на следующей неделе. Спасибо, что была в нашем первом выпуске программы «Рестораторы». Очень ответственно, спасибо, Дима. Дала себе это непросто, да. Все, всем счастливо, через неделю мы услышимся. Рестораторы Левицкие Дмитрия, и пока.